И здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Андрей Харейс, и добро пожаловать уже на третий этап нашего режима MyTeam, нашей типа карьеры за и менеджера, и пилота, и на сей раз у нас новая трасса в календаре чемпионата, это Гран-при Вьетнама. Пока что нам не приезжают никакие обновления, но на следующий этап уже нам должны приехать аэродинамика и, по идее, шасси. И из нас устойчивость, да. Но это будет уже потом. Также еще перед этим этапом меня попросили выбрать соперника. Я, к сожалению, это не записал, потому что дурак, но я выбрал себе в сопернике Данила Квята. Думаю, цель достаточно достижимая, ее можно побить. Ну, а сейчас мы переносимся в квалификацию, где я смог реально выжить достаточно хороший круг. Я думала ехать опять три попытки в квали, но уже на второй своей попытке посередине самой квалификации, ну, первого сегмента, я поставил время, которое я, скорее всего, сто процентов не смог бы уже побить. Потому что, ну, блин, это слишком хороший, я собрал особенно третий сектор. Но, в принципе, ладно. Все равно я не прошел дальше, так как вы видите мой целый круг. Да, у меня опять с голосом какие-то проблемы, не знаю. Опять-таки, режем абсолютно все углы, которые можем, потому что в Вьетнам боты здесь слишком имбовые, особенно на разгонах. Я не понимаю, как они вообще на разгонах так быстро схватывают трекшн, потому что... Мне, чтобы схватить держак, например, на выходе из предпоследнего поворота и после шпильки, после самой длинной прямой, на которой я сейчас нахожусь, мне нужно, наверное, разогнаться до передачи четвертой, только потом выжать фулгаз. Потому что, ну вот, вы видите, как я еле-еле смог разогнаться тут на третьей передаче, выжав фулгаз, и то с маленьким сносом. Да, гениально. Дальше у нас идет третий сектор, это полная помойка, потому что, ну... Ага, это... Это, я не знаю, это смесь каких-то моих вот нелюбимых трасс, вот, например, Мексика и вот... Не, ладно, Монако мне еще нравится, но не в таком варианте, когда у тебя тут вот... А, ладно. Короче, Ханой это полная помойка, лично мое мнение. И, да, все те, кто еще не ехали Ханой, но смотрите меня, пожалуйста, спустите давление в передних покрышках. Потому что так надо, потому что, ну, тогда будете вы жалеть о том, что не спустили там давление. Ну, ладно, полный стартовый решетки у нас на первом ряду, конечно же, Мерседес и первый Вальтри Босс и Льюис Хэмилтон, которые, кстати, стартуют на медиуме. Дальше у нас Севастьян, Феттали, Макс Верстаппен, Аллик Салбан, Даниэль, Рик Ярда, Карлос Сайнс и Степанокон, Ландо Норрис и Лэнстролл замыкают топ-десятку. Шантли Клер у нас получает штраф в 10 позиций и опять у нас чехарда с временами. Я стартую на 19-й позиции, мой напарник 21-й, да. В принципе, там, где мы и должны быть, потому что нас обогнали Хасы по характеристикам. Ну, в принципе, ладно. Тактика двух питстопов, думал поехать на один питстоп, софт-медиум, но такой, типа, да поехали на два питстопа, чё там, если будет перегрев, то можно вообще 50 питстопов сделать. Короче, ладно. Просто софт-софт-медиум и отправляемся на старт. В принципе, ничего, даже топливо не доливая, потому что не обогащенка экономит абсолютно всё. Гасла не стартует Гран-при Вьетнам, отрываются все с мест. У меня, кстати, не очень хороший старт получается. Ну, в принципе, как и у всех ботов. Думал, на центр как-то траектории залезть. Получилось, что так я поддел Гасли. И, к сожалению, или к счастью, я не сломал крыло, потому что повреждение не ассимуляция. Дальше я прохожу сразу двоих, потому что, ну, внутренняя траектория в этой дуге реально выигрышная. Ну, и я уже поднимаюсь на 14-ю строчку, на 19-й. Но это ещё не всё. Передо мной идёт борьба бок о бок в затяжной дуге. И это ничем хорошим у них не заканчивается. Но сначала мы посмотрим старт, где у нас два Мерснесса на медиумах против Феттеля на софтах. Ну, и там ещё у нас была борьба, собственно, Алекса Албана и Дэна Рекиада. Поначалу Дэн вышел вперёд, но Алекса Албана не собирался сдаваться. Он опять вышел вперёд, типа... Но потом у нас идёт достаточно длинные две прямые. Первая, ну, не такая длинная. Кстати, вот тут мне реально насмешило вот это движение непонятное на прямой. Абсолютно от всех. Но в дуге они ехали бок о бок, это, конечно, вот гениально. Они теряли так много времени. Ну и потом у нас гениально длинная прямая. У них у обоих нет слепстрима и такие, ну, давай мериться максималками, чё сказать. Мериться ёмкостью батарейки с обгоном. Ну и вот, собственно говоря, меряются они ей. Но получилось так, что у Дэна оказалась больше батарейка. Да. Ну и он вышел, собственно говоря, вперёд. Но я же пытаюсь по внешней тракторе уже пройти. Данила Квята передо мной уже... Я, кстати, это сделал. И уже поднимаюсь на тринадцатую позицию. Передо мной Лэнстролки, Мираги и все вот эти вот пацаны. Подрубаю абсолютно все режимы. Обгон, все дела. Но с восьмой передачи от обгона нету большой прям пользы. Поэтому с восьмой передачи, кстати, не советую вам юзать. А то просто садите батарейку с не таким уж и большим приростом в мощности. Ну и делаю хьюдж дайв бомб он за Ринсайд. И получается так, что я прошёл сразу двоих. Жёлтый флаг в шпильке из-за того, что мы там все ехали очень-очень медленно. Ну и я одиннадцатый. И передо мной ещё есть лампы на лисе Сильхиоперис, которых тоже можно пройти. Главное за ними удержаться. Также ещё был удар об барьер, но в принципе главное, что я крыло там не сломал. Опять-таки в этих эсках я еду достаточно медленно по отношению к этим ботам. Траектория чё-то немного страдает. И видно, как я от них отваливаюсь в этих эсках. И опять-таки на выходе из этого поворота очень сложно словить держак. И как-то хорошо выйти из этого поворота. В практиках я именно тут. Дельте, которую мне давали, именно тут я больше всего и проигрывал. На втором круге у нас Ланда Нольс и Сильхиоперис. С бок о бок проезжали дубу скоростную. Это опять-таки сказалось на их скорости. Я их догнал. Они продолжают ехать бок о бок. Подрубил все свои режимы. И с помощью Слепстрима залетают третьим в ряд. И получается так, что я опять-таки прохожу их обоих. И причём даже, ну, без контактов, что самое удивительное. Просто их прошло, а они продолжили ехать бок о бок. Ой, очень забавно вышло. На третьем круге разрешили ДРС. И, к сожалению, я не смог отъехать достаточно далеко от Норриса. И он уже меня принялся обгонять. В принципе, спокойно меня он прошёл на целый корпус. Перед торможением уже со мной поравнялся. Ну, и я попытался, конечно, залезть на внутреннюю траекторию. С контактом. С контактом, конечно. Но поначалу я его даже прошёл. Но потом всё-таки у него внутренняя траектория. А эта траектория, кстати, более выигрышная, по идее. Но он подпрыгивает на поребрике и теряет позицию по отношению ко мне. А кон уже в трёх секундах, даже в четырёх, его уже не догнать. К сожалению. Ну, и в этих хэсках, опять-таки, я еду очень-очень медленно. Их сильно замедляю. Особенно вот в этом повороте, который я вообще не понимаю, как проходить. Топливо просто ставишь на обеднёнку, и оно очень спокойно экономится. Ну, и на этой же прямой меня проходит Ланда Норрис. В принципе, я даже и не обронялся, потому что думал, что сейчас я возьму ДРС на длинной прямой, его пройду. Но, как говорится, хрен там. Я к нему подтянулся на второй зоне ДРС, но очень плохо вышел на третью. В принципе, полсекунды отыгрываем и отрываем, учитывая такую зону ДРС. Но чё-то как-то не пошло у меня с ДРС-кой. Я к нему, конечно, подъезжал, но не так быстро, как рассчитывал. Позади меня уже Перес меньше, чем в десятке. И получается так, что он меня запулил просто куда-то вперёд. Я не понимаю, как я вышел вообще в этом. Но я, во-первых, чуть не убил Норриса, во-вторых, чуть сам не убился. Ну а Перес просто сломал себе крыло и по факту испортил себе гонку. Норрис, кстати, не сломал крыло в этом контакте. Вернулся, кстати, я гениально на трассу, прям чуть не убив Переса. Ну а на пятом круге уже Райканин меня атакует. Перес поехал вроде на пидстоп, если я не ошибаюсь. Ну а Кимми, в принципе, спокойно меня объехал, как стоячего с этой просто обгонной кнопкой. В принципе, это очень легко сделать. Норрис уехал уже достаточно далеко. Позади меня уже и Стролл, и Квят, которые жаждут меня пройти. И уже с этого момента у меня сдох комплект. Я на второй зоне ДРС пропускаю Строла. Практически намерена, чтобы взять ДРС на третьей зоне, собственно говоря, ДРС. Но чё-то как-то у меня не очень всё хорошо пошло. Получилось так, что, во-первых, у меня перегрелся комплект. Повторюсь, пожалуйста, спустите покрышки передние достаточно сильно, чтобы они не перегревались. Ну и на седьмом круге уже Леклер пытается пройти и меня, и Квята. Но получается так, что Леклеру не осталось места, а Квят, перетормозив, в принципе, меня прошёл. И всё, я ничего не смог поделать. Дальше уже Джовенадс. Я не понял, если честно, куда подевался Леклер, он вроде поехал на ПИД. Но от Джовенадса меня пытался отковать, когда я ошибся и выхвал 40 за трассу. Но получилось так, что он немного, ну, да, заспинился. Ну, почти как Сибасян Фетель, но немного по-торгому. Он просто решил залезть внутрь, где, в принципе, нет смысла там вообще лезть. Но он просто зачем-то полез. Также пропускаю Гасли намеренно. Он достаточно хорошо тут прошёл ту дугу. Я думал, сейчас как я его буду атаковать. Но я не понимаю, как пот и вот тут вот выходит очень хорошо из этого поворота. Также не словил трекшн и уже шесть десятых между нами. Просто прекрасно. Позади уже мой напарник Джордан Кинг. Мы едем пока что 13-14, но его атакует Кевин Магнусом. И, собственно говоря, проходит. Подрубил абсолютно все режимы. Уже закончился у меня ГРС. Но к Виату я вообще не подъехал. Видимо, он просто выжимал всё. И получилось так, что его обгонная кнопка и обогащёнка едут практически быстрее, чем я с ДРС. Ладно, у нас на восьмом круге пидстоп. По стратегии двух пидстопов. Один пидстоп тут никак из-за перегрева не получится проехать. Ну а пид тут и въезд на пид срезает просто половину трассы. И выезд срезает по первый поворот. Ну а тут ограничение 60. Это прям мега печально. Резина вообще очень сильно ушла за эти восемь кругов. И я чувствую, что Ханой будет одной из моих нелюбимых трасс в этой формуле. Ладно, одеваем софт. И я понимаю, что вы в этом поймёте. Я вам потом скажу, что софт намного медленнее, как по мне, чем медиум. Потому что спустя несколько кругов он перегревается и уже он в принципе не работает. Ладно. Продолжается волна пидстопов. В чём минус выезда из Питаа в Ханой? Ты думаешь, что сейчас выйдешь впереди многих, но они срезают переповорот и выезжают тупо в секундах в десяти впереди. Это прям мега бесит. На десятом круге я догнал Латифи, который вроде стартовал с медиума или нет. Короче, я его догнал и уже, кстати, красивым дайв-бомбом, без контакта даже, я его прошёл и вышел на шестнадцатую позицию. Передо мной Гасли, Перес, который также ещё не заезжал и едет с поломкой крыла. Ну, а на тринадцатом круге меня проходит Грожан. Грожан мне проходит. Я его, по факту, специально на первой зоне пропустил. Попытались мы бок о бок проехать эту скоростную дугу, как бы. Но что-то как-то не очень это получилось. Он ушёл вперёд, но я только рад, потому что зону детекции за кем? За мной. Я его просто легко прохожу, ещё и ДРС-ку подрубаю, бьюсь об стену, гениально. Ну, слава богу, опять крыло не ломаю. Квят впереди на Харде, проходит уже Перес со спаломным крылом. И на Харде он едет дальше. Но тут Грожан решил подпортить себе гонку, обменять. Зачем-то сломал себе с двух сторон крыло. Хорошо, что Кинг его не сломал. Но и мы уже едем четырнадцатый пятнадцатый. Я на четырнадцатом круге решил свернуть на бит, потому что у меня комплект окончательно сдох. Одеваем медиум и, надеюсь, он доживёт до конца, потому что полдистанции его надо проехать. Надеюсь, он выживет. Питстоп, опять-таки, достаточно длинный, можно сходить кофейку заварить. Ладно. Кстати, резина не так уж сильно изношена, намного меньше, чем первый комплект. Ну и проехал он дистанцию меньше на два круга. И задний прям почему-то изношивается намного медленнее, чем передний. Кстати, я меняю крыло, потому что оно было немного желтоватым. Но, в принципе, это достаточно, кстати, как по мне, сказывалось сильно. Живенадцы пока что, типа, выезжают впереди меня. Но, по факту, после срезания первого поворота по выезду из пята, я оказываюсь с ним, ну, практически бок о бок. Беру от него ДРС-ку, все дела. Ну и, собственно говоря, спокойно прохожу. В принципе, проблем с этим у меня никаких не возникло. На этой зоне ДРС я его не проходил, потому что, ну, в принципе, зачем. Мне еще испытание какое-то пройденное засчитали. Я, опять-таки, режу тупо все повороты. Но, ладно, я его не прошел, по факту. Типа, я мог бы отмазаться сейчас, что я его не проходила из фейерплея, чтобы, типа, срезав поворот его не пройти, все дела. Но, по факту, я его не прошел, тупо потому что дальше зона детекции ДРС. И, да, кстати, я вам хочу сказать одну печальную новость. Пока что, возможно, завтра выйдет, скорее всего, классический заезд, либо гайд по ЕРС, потому что у меня немного сломалось крепление на руле. И я не могу вообще ездить. Флэшбэк. Флэшбэк, здравствуйте. В принципе, из флэшбэков состояла половина гран-при. Я вам так скажу, потому что трасса эта полная параша. Я не понимаю, как я тут буду ездить в какие-то лиги, например, Формула Зерова. Опять-таки, приложился к стенке, потому что тупо нету никакого трекшена, нету никакого зацепа, у меня опять что-то с голосом, вообще не понимаю. Ладно. Короче, постараюсь так больше не делать своим голосом, если вас это бесит. Ладно, ныряю на Магнусона, прохожу его практически с контактом. Латифи тоже я задеваю, подпихиваю и прям пытаюсь выжать абсолютно все, чтобы его пройти. Ныряю внутрь, но Магнусон ныряет на меня. Получается так, что мы заходили три в ряд в этот доский поворот. И получается так, все из этого, что... Ну, да, я прошел их двоих. Опять-таки, по-свински, но главное, что прошел. И только на 26-м круге я смог подъехать к своему напарнику Кингу, и это борьба за целую 15-ю позицию. Ух, как классно, после того, как я был в девятом после первого круга или второго. Короче, комплект у меня уже почти сдох. Я его, слава богу, прошел, аж до нейтральку скинулся. Ну, ладно, главное, я его прошел. Ну, а на последнем круге у нас с ним была адская заруба. Я его специально пропустил перед длинной прямой, чтобы взять ДРС-ку, потому что он бы меня тупо прошел. Потому что так, боты подрубают абсолютно все режимы на последнем круге. На последних кругах, я бы так бы сказал, да. Ну, и подрубив все, что можно, находясь в четырех десятках под одним его, открыв ДРС, я к нему прям подлетел, и, слава богу, его смог я пройти. Но на этом же все не заканчивается, верно? Верно, потому что дальше пролетая поворот, он пытается мне пройти бок-кобок. У меня тупо нету трекшн, а там уже позади Рассел почти к нам подъехал. Ну и, да, мы продолжаем вести борьбу бок-кобок. И, к сожалению, я ему тут места немного не оставил, и получилось так, что его почти практически выпихнул. Ну, а главное, тут оставалось не разбиться в С-ках. Это, кстати, очень сложно сделать, потому что, ну, стены и справа, и слева, это так прям... Блин, блин, это так страшно, ладно. Короче, завершается эта гонка на пятнадцатой позиции. Если вы слышите, кроме моего голоса, что-то на заднем плане, и это не звук двигателя, это газонокосилка у меня за окном, да, и вы, скорее всего, это слышите. Получаю достижение красная вода за то, что проехал в Ханой, я вообще не понял, потому что тут... Потому что, ну, типа, красная вода это поворот в Бельгии, но достижение отдаю за Ханой. Ладно, очередной дубль Мерседеса, третий подряд, и опять Хэмилтон с лучшим кругом побеждает. Ух, какой интересный у нас чемпионат. Опять та же кассена, опять-таки, Хэмилтон поднимает вверх палец, лучше бы это делал Феттель, на самом деле. Ну, и, в принципе, да, Хэмилтон сама возят. А вот Феррари чего-то ничего не могут, а Рэдбул, как бы, тем более. Но скоро должен выйти фикс характеристик, это должно случиться уже завтра, 10-го числа. И надеюсь, что это все применится, и Феррари будут глубок и глубок и жопе. А Рэдбул будет, ну, надеюсь, поближе к Мерседесам, но, по идее, он будет только дальше. Ладно, очередной дубль, опять-таки, повторюсь, Мерседесов. Третий у нас приезжает Себастьян Феттель. Дальше, кстати, да, из-за того, что Кодмастерс нахимичили у нас региональными ценами, можно было закупиться достаточно так сильно своими этими эмодзи, костюмами, ливреями и всеми вот этими вот штуками за несколько рублей. Ладно, у нас совершенно разные стратегии были на этом этапе. Были и один, пидстоп и два, и софт-софт-харт, и софт-харт, и медиум вроде-харт. Ну, ладно. В личном счете многое змеи я опускаюсь на 13-ую строчку, а в купе конструкторов нас проходит Альфа Ромео. Также Рено проходит Рейсинг Пойнт, ну, а Мерседес, да, 76 очков преимущества над Феррари. Также по соперничеству с Квятом я им проигрываю, потому что в квалификацию он меня преквалифицировал. Теперь у нас счет 4-5, к сожалению. Ну, и у нас еще 6 гонок, чтобы выровнять ситуацию. Репутация у меня повышается до третьего уровня пилота. У Джордана Кинга, как бы, все еще пятый уровень. Ну, а команда, к сожалению, пятый уровень не преодолевает, и мы не сможем взять еще одного спонсора. Блин, это мы сможем сделать только после Китая. Также еще после гонки надо заполнить у нас активности, потому что, ну, надо, надо это нам сделать. Также у нас еще запланирована гонка по приглашениям. Она, скорее всего, выйдет завтра, потому что мне надо растягивать время, чтобы вот подщинить руль, а ролики хочется выпускать каждый день, причем по одному. Ладно, очень долго думал, чтобы взять, думал взять интенсивную работу с отделом шасси, но потом увидел, что это негативно сказывается на силовой остановке, аэродинамике и износа устойчивости. И только дает плюс к шасси. Поэтому я это убрал и поставил силовую тренировку. И у нас еще один день на отдых. Ладно. И потом только гоночную и уикенд в Китае. Где, кстати, мне кажется, силовая тренировка пойдет только в плюс напарнику. Также еще я тут не показал, потому что я очень сомневался, прокачивать или нет. Но я прокачал вроде в силовой установке, чтобы нам либо время сборки, либо контроль качества я прокачал. Что-то из этого, потому что я реально не помню, что-то я из этого точно вкачал. Ладно. Также еще у нас, повторюсь, на следующий этап должны приехать обновления. Надеюсь, они не провалятся. Ну, конечно же, Карла нам их не привезет. Прям вангую. Ну и, в принципе, все. На этом я могу с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.